МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Днем воздух прогреется до 8 со знаком «плюс». В Черкесске без существенных осадков. Ветер северный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха ночью 0,2. Днем столбик термометра поднимется до отметки плюс 8. В Московском государственном университете готовится к изданию новый сборник члена на Союзописателей Российской Федерации доктора филологических наук Марины Абдоковой. И сегодня в нашей студии известная поэтесса расскажет об основной тематике сборника и о том, какие проблемы на сегодняшний день волнуют ее как литератора. С Мариной Абдоковой встретилась моя соведущая Белла Джазаева. Доброе утро всем. Доброе утро, Марина Борисовна. Доброе утро. Я благодарю вас за то, что вы нашли время и пришли сегодня к нам в гости. А поводом для нашей очередной встречи стало то, что в Московском государственном университете готовится к изданию ваш новый поэтический сборник. Он называется «Из времени в вечность». И в нашей предварительной беседе вы попросили меня о том, чтобы наша беседа состояла только из этих стихов. Но, тем не менее, я бы хотела вас попросить все-таки немножечко рассказать о самом сборнике, какова основная тематика. А стихи мы, конечно, услышим. Поэтический сборник «Из времени в вечность» включает в себя духовные стихи, размышления природного континуума. И, помимо этого, воспроизводит чистые жизненные реарии. Ноты жизни. Ноты, как белая полоса жизни твоей и моей. Просится к Богу незрима душа в вечном молении людей. Ты отпусти прегрешение, Господь, всем, кто на нас клеветал. Силы вдохни лишь в разумную плоть. Жизнь продолжая в стихах. «Сердце любви я свое отдаю маме и брату. Другим знать не дано и понять не дано то, что доступно святым. Ты отпусти прегрешение, Господь, всем, кто на нас клеветал. Силы вдохни лишь в разумную плоть. Жизнь продолжая в стихах». Я понимаю, что вас очень волнует тема духовности. И, тем не менее, какие проблемы еще у вас, как человека творческого, как литератора на сегодняшний день, волнуют более всего? В настоящее время более всего меня волнует нынешняя судьба России вне политического хамерионства и духовной низости. Инфантилизм в развитии губителен для России. Как тут не вспомнить Михаила Булгакова, его знаменитое «Собачье сердце», где отзависты советчины действовали по принципу «разделяй и властвуй». То же самое происходит и в наше время. «Зимнее утро, бодрящая свежесть, птицей поющей в обличии Христа, жизнь продолжает не в глупых ответах, в счастье свободы она без конца рьется, как слово молитвы чистейшей, музыка Бога велением Творца и защищает от нечистей ближних славой Господней во все времена». «Если Отечество не покидает снегом искристым, древом живым, значит душа его не умирает, даже когда убивают незримо». «Стрелы бессильны, вернутся обратно, имя России, как вечность сильна, не погибала она, воскресала, властным сатрапам ее не понять. Имя России, голгофа распятия, вечная правда Иисуса Христа, застит глаза тем, кто с речью обманной в манне небесной купался всегда. Что же, глумитесь, потомки разврата, не победить вам Россию мою, не серебром, не ворованным златом, не очернить вам ее красоту». Конечно, мы все будем всегда уверены в том, что нашу Россию не победить. Я благодарю вас за то, что вы нашли время и пришли сегодня к нам в гости. Я желаю вам дальнейших творческих успехов. Спасибо вам. Спасибо, Белый. Спасибо нашей гостиной. Наш телевизионный эфир в 9.00 продолжит программы Карачаевской редакции. А следующий выпуск «Вестей» с Аллой Динаевой смотрите в 14.30. Хорошего продолжения дня. Встретимся завтра. Все, что вас радует, обязательно будет с кредитом наличными в Минбанке. Возьмите кредит до 2 миллионов рублей по ставке 6,9% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис Московский индустриальный банк. Все давно знают и выбирают сыр Ольда. Миру сыр.